Здравствуй, мой дорогой! Сегодня мы с тобой поговорим о даче. Какой должна быть идеальная дача? Как ее сделать? Из чего ее построить? Как ее эксплуатировать? И самое главное, мы сначала разберемся с понятиями. Во-первых, что такое дача? И самую главную ошибку, которую допускают абсолютно все люди, которые рассуждают о даче. Об этом мы поговорим сразу, а в конце я дам тебе один маленький такой лайфхак, как сделать дачу круглогодичной. Давай разбираться. И первое, чем мы должны начать, разобраться, а что есть дача? В моем понимании, дача это домик для сезонного проживания, не круглогодичного, не постоянного. А именно сезонного. Ты можешь приезжать туда на лето, или может быть ты приезжаешь туда на выходные. И чаще всего этот объект не отапливаемый. Иными словами, к нему нету вот этого дорогостоящего подведения газа, нету никакого оборудования, которое для отопления его. И сортир на улице. Тачный сортир. И куда же без него-то? Единственное, что она может подогреваться, например, если вдруг ты захотел приехать на нее зимой. И тогда нам нужно ее подогреть. И вот здесь вот начинаются сложности и нюансы. Но об этом мы сейчас с тобой все подробно разберемся. И второй момент, который нужно обязательно зафиксировать, это главная ошибка, которую допускают абсолютно все, когда говорят о даче. Все говорят такую тему. Ребят, я сейчас хочу пожить там сезонно, а потом я буду жить там круглогодично. И вот это как раз и есть самая главная ошибка при подходе к проектированию дачи. Потому что у нас дача должна соответствовать некоторым параметрам. Она должна быть экономически целесообразна, максимально функциональна и при этом очень недорогой в обслуживании. А если человек говорит, что я потом это превращу в постоянный дом, то модификация дачи в настоящий дом иногда обходится дороже, чем строительство заново. Именно по этой причине мы будем разбирать дачу именно из так... Сейчас разбирать дачу. Давай по новой, Миша, все хуйня. Да, конечно, получаются небольшие огрехи. Они не попадают в наши основные выпуски, потому что там жесткий тайминг. Выпускающий редактор все порежет. Но у нас есть наши соцсети, куда мы, например, укладываем вот эти такие небольшие дополнительные приколюхи, смехуечки. Ну, так, веселухи или просто истории из нашей жизни. Вот в тележинке нашей любимой там вообще трэш был. Ну, ладно, если не видел, сходи посмотри. Каким числом? А, на монтаже, ребят, подкинут. Монтажеры. Что они делают? Короче, в соцсети подписывайся, там бывает прикольно. И именно по этой причине мы будем разбирать дачу как немодифицируемое строение. Оно не должно переделываться потом в капитальное. И первое, что мы должны с тобой понимать, когда мы подходим к вопросу о даче, мы должны определиться с участком. В идеале для дач это все-таки СНТ. Вот как ни крути, СНТ, дачные поселки, вот эти вот именно дачные, где собираются конгломерат людей, которые на зиму сваливают, а летом тусуются на даче. И в чем прикол этих поселков? Обычно земля там недорогая, там есть какие-то устаканившиеся соседи, и можно просто даже перед приобретением этого участка пообщаться с людьми и понять, будет тебе легко с ними жить или будут проблемы. А если ты берешь, например, участок в каком-нибудь коттеджном поселке, то стоимость земли там будет несоизмеримо больше, чем стоимость в СНТ. И в поселке, в коттеджном поселке, твои соседи вряд ли, скажем так, с пониманием отнесутся к тому, что ты будешь приезжать там на три месяца в году, а все остальное там будет просто бураки какие-то, блин, расти мусор, и собаки там будут тусоваться. Нет, они это точно не захотят. Поэтому, когда мы выбираем участок под дачу, лучше всего брать СНТ, либо второй классный лайфхак, покупаем дом в деревне. И, возможно, кстати, у тебя сразу будет вопрос решен именно непосредственно с домом, потому что там будет стоять какая-то старинная избушка, в которой можно спокойно тусоваться. И там, возможно, даже будет русская печь. Но мы будем считать, что мы взяли участок, на котором нет никаких строений. В тех же самых. И отталкиваясь от СНТ, или это может быть даже пустой участок какой-нибудь деревни. Чаще всего в таких населенных пунктах присутствует уже центральная вода. Центральная вода, она может быть поселковая, может быть СНТшники вместе скинули, сзали скважину. Либо тебе придется делать какой-то свой колодец. Но, опять же, я немного забегаю вперед, по воду мы, опять же, чуть-чуть дальше. А вот удаленность, где будет располагаться дача, оно значения не имеет. Потому что ты можешь взять даже в черте города, у нас до сих пор в Рязани остались СНТ, который находится в черте. И это классный вариант, когда у тебя там есть пожилая бабушка, или уже родители такие в возрасте, и они хотят ковыряться где-то на грядках, но при этом находиться рядом с благами цивилизации. Либо вариант номер второй, ты вообще покупаешь дачу какую-нибудь там за 300-400 километров, куда-то в пятницу вечером сел в машину с семьей, свалил на выходные. Также в воскресенье вечером свернулся назад. Удаленность значения не имеет, все зависит от того, для чего вы планируете ее использовать. Понятно, что бабушку на 200 километров отправлять не стоит. Будем считать, что у нас есть участок, если это СНТ, то это будет, скорее всего, 6 соток стандартные. Возможно, ты даже прикупишь себе два участка, у тебя будет целых 12 соток. Но давайте так, если ты не планируешь выращивать там картошку, сажать там плодовые деревья, то тебе эта территория не нужна. Скорее всего, дача тебе нужна для того, чтобы там жарить шашлычки, ходить на какую-нибудь речку, гулять там с детьми по лесу, там, возможно, друзьями тусоваться, какую-нибудь там мини-баньку поставить. Это место тусовки, большая территория, тебе не нужна. По факту, тебе нужен вот этот условный домик, опять же, к нему уже мангальная зона, беседка, все. Но, если у тебя есть перспектива, что ты когда-нибудь лет через 10 эту дачу будешь превращать в капитальный дом, тогда к выбору участка придется подойти немножко поответственнее. Если тебе нужно прям подбирать конкретно участок под твой будущий дом, на котором ты пока поставишь дачу, то, пожалуйста, вот тебе в помощь выпуск, иди туда. Там я все это подробно разбирал, сейчас касаться этого не будем. Участок у нас есть, теперь нам нужно понять, а, собственно говоря, из чего нам строить дом. И вот здесь вот в современном мире, ха, в современном, этому уже лет 30, 50, 100 как бы не есть, есть ответ. Каркасно-счетовой дом. То, что у нас в народе называют каркасником, но это каркасно-счетовой дом, где деревянные стойки, какой-то утеплитель, какая-то обшивка. И при этом есть еще некоторые параметры, снутри и снаружи этот дом отделывают лучше всего деревом. Например, там планкеном, или вагонкой, или чем-то у нас еще там деревянным, блокхаусом. Вариантов много. По сути, отделка под деревяшку. Почему под дерево? Потому что дерево прекрасно переживает вопросы, когда здание размораживается, замораживается, и ему от этого, в принципе, ни горячо, ни холодно. Странно. Дерево ни горячо, ни холодно. Если же мы используем какие-то другие технологии, например, какие-то блоки, какие-то кирпичи, это сразу приводит к тому, что строение становится капитальным. Уже сразу требуют фундаменты, надежные, тяжелые, подкаменные дома. И это сразу вылетает из вопроса экономичности. Поэтому мы убираем этот параметр. Такие дома, как из бревна, бруса, не клееного бруса, а профилированного бруса, можно, в принципе, тоже рассмотреть. Но при одном условии. Они уже стоят готовые, отстоявшиеся, когда тебе привозят их, собирают. Хотя, зачем это надо? Вот выпуск вышел недавно про страдание с деревянным домом. Поэтому деревяшка, на самом деле, тоже не подходит. Это не тот класс. Деревяшки все-таки под уже такие капитальные дома. По факту мы остановимся безальтернативно. Каркасно-счетовые. Почему не СИП? СИП говно. На самом деле, СИП тоже возможен. Перебылся в воздухе, прям сальто-мортали. Да, СИП дома тоже возможен. Потому что они также относятся к классу каркасно-счетовых. И да, то, что там внутри утеплитель, пенопласт, ну что ж поделать. Он сгорит, так не змеет. Тоже норм. Перед возведением дома мы должны определиться с его параметрами. Во-первых, это должно быть маленькое строение. 30-40 метров, вот так за глаза. Возможно, даже 20-25. Почему такие парамеры? Потому что у нас нужна одна большая комната. По сути говоря, кухня-гостиная. Возможно, одна-две микроспальни. И, да и собственно, все. В идеале еще, конечно, внутри санузела. Там есть определенные засады. О них мы поговорим, когда коснемся инженерки. В идеале выделяем помещение под санузел. Оно нам потом пригодится. Поэтому санузел, большая кухня-гостиная, одна-две спальни. В принципе, если мы строим совсем маленький домик, то нам достаточно просто одной спальни. Просто одной гостиной. В принципе, я говорил. Там будет определенное наполнение, которое позволит и туситься, и ночевать, и быть в комфортности. Следующий параметр, который нужно обязательно упомянуть. Дача должна быть одноэтажная. Никаких двухэтажных. Никаких мансард. Ребята, это все мини-строение. Почему не надо делать мансардные? Потому что, если мы делаем мансарду, то тогда нам туда по-любому нужно делать очень эффективное утепление. Это менее 20 сантиметров. А это уже вылетает за бюджет. Это уже не требуется. Плюс на втором этаже летом в каркасном доме без кондиционера жить невозможно. А если домик будет одноэтажный, под двухскатной, четырехскатной, односкатной крышей, с утепленным перекрытием хотя бы в 10 сантиметров минваты, то там будет комфортно и даже в самую жару. Ну, что окна открылся, продувается. Да, для тех, кто любитель ЛСТК и так далее, это точно так же подходит в эту же копилочку. Потому что, напоминаю, ЛСТК профиля это только скелет. По сути говоря, тот же самый каркас, тот же самый утеплитель, та же самая обшивка. Все будет присутствовать точно так же. И да, их можно точно так же туда же и применять. Тоже для дачи. Какой должен быть фундамент под это строение? Как бы сейчас странно ни звучало, важнее подготовка, не фундамент. Подготовка заключается в следующем. Мы берем, срезаем плодородный грунт, укладываем туда геотекстиль и создаем песчано-гравинную смесь. Хотя бы, ключевое слово, хотя бы 20 сантиметров. В идеале 30-40. Это основание, которое не пучинит, его не двигает, вода спокойно через него проходит. И даже если зимой туда попала вода и подмерзла, за счет гравия оно не так сильно движется. И на этом основании мы делаем фундамент, фундамент, опору под дом. И здесь самый простой вообще такой вариант решения, это просто блоки ФБС. Причем их даже можно не ФБС, можно просто любые бетонные блоки по периметру, под углы раскладываешь там под центр. Этого достаточно. По факту здание не соединено с землей. Если ты, конечно, хочешь покапитальнее и подороже, то тогда используем винтовые сваи. Они туда подходят идеально. Приехали, быстро закрутили. Там не нужно каких-то безумных глубин. И да, под них можно, кстати, не делать гравийно-песчаную подготовку, но я все равно рекомендую под любое, даже временное строение, делать гравийно-песчаную подготовку. Именно потому, что его не поднимают. Но тогда сначала крутим сваи, а потом делаем гравийно-песчаную засыпку. И да, сваи эти винтовые тогда подольше поживут. А если просто их в грунт, да еще и не убирая полдородку, да, они скородируют очень быстро. Но это мы как-нибудь расскажем в выпуске про винтовые сваи. Если когда-нибудь его запишем. Скорее всего, никогда. Вот вся моя любовь к винтовым сваям в одном предложении. С основанием мы разобрались. Далее, на это основание, которое всего лишь поднимает дом на 20-30 сантиметров от уровня земли. Ключевое слово 20-30, может быть 40. Но это не суть важна. Главное, у тебя под домом возникает возможность проветривания. Да, конечно, туда будут забиваться всякие мышки, собачки и прочие животные. Но здесь вопрос, чем ты снаружи этот цоколь, вот висящий цоколь защитишь. В принципе, может даже сеткой рабицей, чтобы ну хотя бы собаки туда не лазили. Мышки пролезут где угодно. Так вот, самое главное, что под домом проветривается. И это тоже очень важно. Далее, так как технология каркасно-счетовая достаточно простая, внизу обвязочный брус, стойки, утеплитель, пара ветра защита внутри снаружи, это зашивка, опять же, понаружи, ЦСП панелями, изнутри можно просто сразу зашивать вагонкой. А снаружи по ЦСП панелям или УСБ панелям, в принципе, пофигу. Какая-то еще должна быть дополнительная защита. Через какую-нибудь мембрану, условно назовем ее мембрану, просто даже геотекстиль, я знаю, народ делает, мы набиваем дерево, которое просто снаружи красим. А, про утеплитель забыл сказать, да? Что утеплитель в дачном доме достаточно 10 сантиметров для ЦФО. На самом деле, это достаточно даже для южных регионов, тем более достаточно. Для северных, в принципе, тоже подойдет. Поговорим про крышу. Прежде чем говорить про крышу, мы должны обязательно отсечь чердак от кровли. И там должен быть утеплитель. Ребят, если денег нету, покупаем керамзит, засыпаем хотя бы сантиметров в 40. Да ладно, хотя бы сантиметров в 20. Если есть там возможность финансы, то тогда утепляем десяткой минватой. Блин, ладно, херстник, даже пенопластом. Но к пенопласту будьте готовы, что у вас там будут жить мышки. Поэтому все-таки лучше минвата. То же, что и в стенах, то же и на потолку. И чуть не забыл, так как снизу нас продувает утепление, ветрозащита. Низу должна быть точно так же в конструкции пирога пола, по которому будем ходить. Там все просто. Лаги кидаем с шагом 60 сантиметров. Набиваем контрабрешетку. Кладем мембрану, так, где какая у нас. Внизу это ветрозащита. Сверху у нас паропроницаемая, которая влагу, если что, пропускает внутрь дома. Нижнюю часть зашиваем сеткой любой, чтобы мыши не лезли. Или закрываем чем-то, чем угодно, что есть. Сверху кидаем ходовые доски. Это обычная сосновая вот такая доска. Максимально простая. Все несет, все держит. Ее покрываем лаком. Не маслом, лаком. Стены можешь маслом покрыть. А вот пол лаком. Если интересно почему, пиши в комментариях. Я отвечу на этот вопрос, если интересно. Скорее всего, никому не интересно. И стены мы разобрали. Крыша. Крыша, как я уже говорил, там одна, двух, четырехскатная. Но четыре, я опять же напоминаю, что вот как вот в этом выпуске мы говорили, что четыре ската это уже проблема. Для недорогого дома дачи нужна двухскаточка или односкаточка. Самое главное, чтобы был воздушный буфер между перекрытием и крышей. Если же тебе очень хочется там второй свет и какой-то красоты, тогда делай односкатную. Просто сделай высоту потолков, но хотя бы там метр три с половиной. Греть будет тяжелее, зато будет хотя бы летом комфортно. А высота потолков, коли мы заговорили, для дачного домика два с половиной метра. Это край, это самый верх. Реально там делать 2,10, 2,40. Ну, если семья невысокая, то 2,10. Если есть высокие, то там 2,30, 2,40. 2,50 край. Больше делать не требуется. Это все-таки дача. Что касается стеклопакетов окон дверей, покупаем готовые или в тех же самых там сетевиках, или в принципе они будут тебя уже быть закуплены. Очень часто люди меняют окна. Когда покупают квартиры, и эти вот окна только заберите. Ты приезжаешь и забираешь эти окна, и вставляешь его в свой домик. Ну, классный хак, считай на халяву. Не нужно это удорожание. Домик на самом деле не является капитальным, и он для сезонного проживания. И если даже ты туда приехал зимой, ты сможешь его даже прогреть. Чем прогреть? Вот здесь мы и приходим. А что должно быть внутри? Теперь подходим к самой главной боли. Какие источники энергии у нас есть, и какие инженеры коммуникации должны быть в доме? Во-первых, внутри должны быть электрические радиаторы. Больше не надо. Только электрику. Никаких теплых полов мы не делаем, никакое водяное отопление. Все это дорого и не нужно. Только электрические радиаторы. Масляные. Хорошая штука, не боятся замерзаний. После того, как у нас есть вот это вот отопление временное, что еще классно сделать? Надо в этом доме предусмотреть место под печку-буржуику. Ладно, шучу. Печка-буржуик не подойдет. Это печь, она же камин. При этом важный фактор, мы должны обязательно отталкиваться от того, что у нее есть функция нагрева помещения. Это там специально идут образом воздуховоды, что не соприкасаясь с открытым огнем, нагревается воздух и протапливают помещение. Сейчас для тех, кто это хочет представить, это вот балерьян так называемый. Вот печь, которая отапливает промышленные здания. Вот одного балерьян, например, на 400 квадратных метров хватает. И да, его даже некоторые умудряются подцеплять к системам отопления, но это уже сложно, это нам не надо. Нам нужен какой-нибудь такой мини-балерьянчик, в котором горит красивый огонь, который нагревает это помещение, на котором можно, например, скипетить чайник. И всю атмосферу, кайф, класс. И даже летом, когда бывает, условно говоря, похолодание, заморозки, можно ее растопить и там спокойно семью чилить у этой вот буржуки. Вот это там должно быть обязательно. Причем масляные радиаторы можно даже не ставить. Вот, буржука есть. Поэтому, когда у тебя одна комната, ей вот этой печки достаточно, чтобы там тусить. Под печку, единственное, забыл сказать, нужно обязательно сделать свой небольшой, отдельно усиленный такой фундамент. Или ставить ее место пересечения лаг, чтобы она просто, ну, давление не заставало избыточным. Все-таки бывает печка тяжелая. Хотя ты, скорее всего, поставишь любенькую печку. Если это дом замораживаемый, точнее говоря, его промораживают, то мы должны сделать следующую вещь. У нас ввод воды на участок происходит или в кессоне, или в каком-то колодце, где он защищен от промерзания. А заведение в дом идет по летней схеме. Что значит по летней? Это значит, по осени ты сливаешь систему воду, и все. Минус этого варианта, что если ты приедешь зимой, ну, вот хрен тебе получится вот это все дело запустить, чтобы оно работало. Придется жить на привозной воде. И по этой же причине получится, что сортир в доме ты сделать не можешь. Надо делать уличную будку. Точно так же, кстати, рядом с этим уличным сортиром можно сделать и летний душ. Совершенно спокойно, вообще без проблем. Это сейчас достаточно простые решения, которые ты вот просто выезжаешь за город, посмотри, вот крупные рынки, которые располагаются за пределы крупных городов, там они стоят уже готовы. Ты просто берешь и ставишь, и пользуешься. Плюс какой-нибудь геоколлектор, не коллектор, это солнечные панели есть, а есть солнечные коллекторы. Ты можешь поставить один небольшой солнечный коллектор на душевую, и он тебе будет все лето нагревать воду, и ты к вечеру будешь мыться прям, может быть, даже и горячей водой. Но что делать, если хочется, чтобы дом был хотя бы чуть-чуть цивилизован, чтобы внутри был вот этот санузел, чтобы на кухне можно было пользоваться не вот за эту рукомойничку, куда-то воду заливаешь, а чтобы там нормальная текла вода. Здесь есть решение. Но тут нам необходимо вспомнить один интересный момент. Помнишь вот этот выпуск, где мы говорили, гараж, в смысле про навесы мы рассказывали. И там я рассказывал, как сделать круглогодичную систему санузла. В принципе, про навесы, про гаражи, это ты можешь потом посмотреть. Давай я сейчас тебе здесь, сейчас расскажу, как это делается. Ты выделяешь в своем домике, вот этом небольшой, пускай он даже 25 квадратных метров, от 3 до 5 квадратных метров. Причем 5, это даже овер до хера. Ты, в принципе, можешь делать 3-3,5 метра. Туда у тебя встанет душевая, унитаз, раковина. Ну, что не забыл? Бойлер электрический для нагрева воды. И вот в это помещение мы заводим воду. Причем заводим ее по правильному, на глубине 2 метра. Обязательно в утеплении. И в дом, вот это вот самое главное сложное место, где она заходит. Вот помню, у нас там 20 сантиметров. Там делается такая коробка, хорошо утепленная. И заведение в дом непосредственно тоже должно быть максимально утеплено. Там 30-40 сантиметров утеплителя только отдай. Но это не проблема. И вот в этом помещении ты делаешь эффективную теплоизоляцию. Эффективную, это что? Это не 20 сантиметров. Это вот, если в Минваде считать, это 30 сантиметров. Возможно, ты даже применишь туда фольгоизолы, чтобы они отражали тепло внутрь помещения. И вешаешь инфракрасную лампу. Пол плитка, сверху инфракрасник. Этого достаточно. Либо ты можешь, как резерв, повесить туда радиатор. И это такая, получается, герметичная капсула, мини-термос внутри дома, который даже если в СНТ, в деревне, вырубится электричество, оно все равно быстро не остынет. А так как мы помним, что есть система телеметрии, которая позволяет дистанционно мониторить, есть у тебя электричество или нет, то это сейчас не проблема. Если вдруг у тебя вырубилось электричество, это выпуски вот в это дистанционное управление дома. Да, дистанционное управление дома. Мы об этом рассказываем. И даже на крайняк ты можешь, в принципе, в этом санузле поставить какой-то элемент, какой-то элемент. Аккумулятор, блядь, ты можешь вам поставить, который в случае отключения электричества, источник бесперебойного питания, прошу прощения, будет эту лампу давать ей работать. Прикол в том, что энергопотребление такого источника тепла вот на эти там 3 квадратных метра, минимальное, там, ну не знаю, тысячу в месяц будет, тысяча там 500 рублей, наверное, будет в самые морозы. А при том, что ты это дистанционно можешь включить-отключить или повесить на уличный датчик, который температуру, он понимает, что там холодает, и надо бы включить, все это легко реализовано. Сейчас система умного дома, спасибо нашим друзьям-китайцам, вообще немедленно. Можно делать, что хочешь. Тем более, даже наши сейчас сотовые операторы предоставляют такие умные решения. Так вот, у нас внутри дома получается такая термоизолированная капсула. А что делать, если мы хотим, чтобы вода из этого санузла была на кухне? Мы же не хотим утеплять еще и весь дом. Здесь достаточно просто. Есть вот такого типа кран, он называется уличный кран, когда из дома подается вода на улицу. И как ты понимаешь, он там имеет двойной затвор специальный, для того, чтобы мы могли на зиму его спокойно, без проблемно осушить. Он не промерзл, с ним ничего не произойдет. Ты через такой кран подсоединяешь воду на кухню. А на кухне еще вешаешь проточный водонагреватель над раковиной. Он небольшой, или под раковиной, в принципе. Самое главное, не забывать его сливать, когда уезжаешь. И у тебя получается, что даже если ты приехал зимой, затопил эту печурку, или включил радиаторы, у тебя в доме тепло, он нагрелся. Ты запустил воду на кухню, там через пару-тройку часов, и пользуешься всеми благами цивилизации. И сортиром, и душем, и водой. Каль почти капиталкой. В принципе, как сделать? Мы все поговорили, но есть еще и несколько очень элегантных, интересных решений. Во-первых, дачный дом можно не строить. Блин, поставь на паузу, напиши, пожалуйста, в комментариях, почему его можно не строить. Прям вот подожду там, не знаю сколько, 3 секунды, 5 ответа, даже на паузу не ставить. Ладно, окей, хороцирнуть время. Объясняю. Дачный домик можно совершенно спокойно купить. Гуглим «дома бытовки» или, прости господи, вот эти готовые дома, которые продоргуют у нас всякие там на отчие, или там окие, всякие вот в разной компании, которые продают вот этот деревянный, хотел сказать слово «хлам». Вообще список производителей уже готовых домов давать не хотелось, потому что ты, ну, получается, если я дам этот список готовых домов, то я привязываюсь уже, вроде как, гарантирую из-за кого-то производителя. А там не все так просто, потому что вот эти компании на всякий ок и отчий и прочий-прочий имеют большие косяки. И как раз об этом у нас будет в ближайшее время записан выпуск, который мы не можем размещать в общественном пространстве YouTube, потому что его посмотрит слишком много людей, но мы можем его разместить на нашем бусте, куда мы выкладываем эксклюзивчик. Поэтому, если тебе интересно, welcome, заглядывай. Там еще, кроме этого, есть другие материалы. Плюс, напоминаю, там есть расширенные версии наших выпусков, они нецензурированные, и там есть внутренние приколехи. Ну, так поржать чисто. Мы же не идеальны, хотя нет, мы идеальны. Короче, бустят, там интересно залетать. Вот эти готовые дома бытовки, они и есть каркасно-счетовые. Их собрали на каком-то производстве, привезли тебе поставили на подготовленное основание. В принципе, все, не паришься, уже можешь сразу тусоваться. Иными словами, ты можешь получить дачу, ну, блин, реально, за несколько дней. Потому что, опять же, эти дома бытовки чаще всего к сезону наготавливают, заготавливают их, к сезону, и продают со складов. Еще один момент, который я забыл сказать в самом начале. Когда ты планируешь себе дачу, воспринимаю ее именно как дачу, что это временное сражение, что если вдруг когда-нибудь у тебя на участке появится капитальный дом, он будет не на этом месте. Ты дачу сразу ставишь там, где ты планируешь себе баню, гостевой домик. Вот именно в этом месте. На месте основного капитального дома ты ни хрена не строишь. Потом тебе вот эта вот дачка, она пригодится. Там могут жить строители, ты можешь там сам тусоваться, пока будет идти стройка. И тысяча и одно применение. В конце концов, перепрофилировать ее прям под баню непосредственно, что тоже, в принципе, вариант хороший. Самое главное, не ставь ее на месте капитального дома. А если это СНТ, то не надо в СНТ строить капитальные дома. Но что у нас еще должно быть на даче? Ребят, да, летняя кухня, мангальная зона. Навес, как хочешь это называй. Самый прикольный вариант, когда ты, например, взял вот этот домик, бытовку, поставил, и рядом под навесом, только увеличенным навесом, делаешь себе вот эту вот зону тусовки. При кухне-гостиной же обязательно это надо делать. Хотя, в принципе, там кухня-гостиной со всех сторон. Самое главное, мы можем сделать вот эту мангальную, тусовальную, веранную, летнюю кухню зону, независимую от дома. Точно так же, винтовые сваи, или точно так же, на гравинопечальном основании, просто блоки, на которых мы кидаем деревянную обвязку, ставим столбы, и самое главное, не связываем с основным домом. Они разнесены. Иными словами, они могут двигаться относительно друг друга, и тогда они не будут вредить, опять же, друг другу, и стоить будут значительно дешевле. Поэтому поставили домик, пристегнули к ней веранду. Не надо оттаскивать от вот этой вот летней дачи куда-то далеко летнюю кухню, мангальную зону. Все, пускай будет рядышком. И, как обычно, перед финальным выводом, очень хочется поблагодарить наших замечательных зрителей, которые поддерживают нас не только лайком и комментарием, но и еще и донатом. Вот эти ребята поддерживают наш продакшн, потому что они точно знают, что все, что закидывается к нам в донаты, идет прямиком на производство больше нужного полезного контента. Нам тут опять какое-то оборудование ребята сказали, надо покупать. Ну да ладно, фиг с ним. Если хочешь к ним присоединиться, вот, пожалуйста, форма донатов, денежку, все во имя продакшна. И вот здесь вот, подводя итоги, все мы понимаем, как строить дачный домик, чтобы он был классный, удобный, каким параметром обладать. Возможно, я чего-то упустил, это можно задать вопрос в комментариях, может быть, мы расскажем об этом в каком-нибудь другом выпуске, ответим в чего, не суть важна. Самое главное, что мы должны понимать, когда строим себе дачу, именно дачу, дачный домик, каркасный, щитовой, он должен быть сделан по принципу, чтобы его легко можно было разломать, нахуй, и сжечь. Потому что, через 10 лет использования, он превратится в труху, и не надо вкладывать туда дорогие материалы, дорогие технологии, он должен быть простой и доступный, экономически целесообразный, не страдаем хуйня. А если ты мне не веришь, то, пожалуйста, вот этот выпуск про страдания самостройщика, боли страданий, и две канистры бензина. Так вот, дача должна точно так же всегда иметь в запасе одну канистру бензина. На этой позитивной ноте господа, обнял девчонки. Люблю, целую, до новых встреч. Чего ты пришел страдать? Про две канистры, слушай. Слушай, это была самая главная заготовка, которой я вот это все дачи вел.